Здравствуйте, дорогие ребята! А мне сродни простой жираф и леопард изысканный и важный, и в чаще трав таящийся удав, и носорог свирепый и отважный. Тема нашего урока – природные зоны Африки. На уроке мы с вами узнаем, какие выделяют природные зоны в Африке, об эндемичных растениях и животных Африки, о национальных парках и экологических проблемах материка. Ребята, вначале давайте с вами вспомним, что такое природная зона и кто такие эндемики. Природная зона – это большие участки суши, обладающие общностью почв, климата, животным и растительным миром. Эндемик – вид животного или растения, встречающийся только на ограниченной территории. Среди представителей растительного животного мира встречаются и реликтовые. Это представители растительного животного мира, возникшие в далеком прошлом и сохранившиеся до наших дней. Географическое положение Африки при обладании равнинного рельефа и неравномерное распределение осадков обуславливают на материке широтную зональность. Как и климатические пояса, природные зоны располагаются почти симметрично относительно экватора в северной и южной частях материка. Ребята, давайте совершим увлекательное путешествие по природным зонам Африки. Зона влажных, вечно зеленых экваториальных лесов расположилась по обе стороны от экватора, во впадине Конго и на побережье Квинейского залива. Влажные экваториальные леса называются гелея, что в переводе с греческого означает «лес». Входя в лес средней полосы, человек обычно испытывает ощущение прохлады и свежести. Совсем другие чувства охватывают его в зоне влажных экваториальных лесов. Гниение опавшей листвы приводит к увеличению доли углекислого газа в приземном слое. В результате люди жалуются на нехватку кислорода. Высокая температура и влажность воздуха, отсутствие ветра служат причиной густых приземных туманов. В дождевом лесу ручьи, ручейки, небольшие озерца встречаются на каждом шагу. Но вот пить из них крайне опасно. Вода часто заражена возбудителями кишечных заболеваний. Ночь в низких широтах наступает сразу почти без сумерек. Под экваториальными лесами сформировались красно-желтые ферролитные почвы, которые содержат много железа. Почвы неплодородные и толщиной всего 2-3 сантиметра. В связи с постоянной борьбой растений за солнечный свет, для таких лесов характерна многоярусность. Климат здесь не менялся десятки миллионов лет, поэтому экваториальные леса отличаются многообразием вида флоры и фауны. Удивительно эбеновое дерево, которое тонет в воде. Цвет его древесины бурый, черный или зеленый. Из него делают мебель. Масличная пальма. Из него изготавливают мыло, свечи, смазочное масло. А из семян пальмы получают прекрасное пищевое масло. Возраст этого дерева достигает до 120 лет. Сейба, диаметр ствола дерева достигает 2 метров, а широкие дисковидные корни поднимаются до высоты 4 метров. В среднем ярусе произрастает пальма рафия, к которой африканцы относятся особенно трогательно. Секрет такого отношения в 10-12 метровых листьях. Пигмии покрывают ими свои хижины. Из их волокон плетут ткани, шляпы, корзины. В нижних ярусах кофейное дерево и банан. Бананы – это многолетняя трава. Вырастает в высоту 7-8 метров. Всего за 8-10 месяцев. Кофейное дерево стало родоначальником культурного кофе. Встречается пальма лиана ротанг. Самое длинное на земле растение – до 300 метров. Гигантские лианы толщиной в руку обвивают стволы деревьев. У побережья растут затопляемые во время приливов бедные по составу мангровые леса. Среди животных этих лесов много эндемиков. Большинство животных из-за трудностей передвижения по земле ведет древесный образ жизни. Это птицы, грызуны, насекомые, обезьяны. Однако здесь есть свои рекордсмены. Это лягушка Голиаф – самая крупная лягушка в мире. Ахатина – самая крупная улитка. И самый тяжелый жук – жук Голиаф. Наверное, нет на свете животных интереснее обезьян. Самый ближайший к нам родственник – шимпанце. Шимпанце вводятся в центральной и юго-западной части Африки. В глухих, малодоступных местах сохранились самые крупные человекообразные обезьяны – гориллы, которые тоже встречаются только в Африке. К наземным обитателям относятся кистеухи и свиньи. Редчайшие на земле карликовые бегемоты, роста до 80 сантиметров. Родственники жирафа – акапи, обитающие только в Африке. Акапи внутри рта по обе стороны имеют карманы, в которых хранят пищу. Крупный хищник леса – леопард. Все ярусы леса населены разнообразными птицами. Среди них много попугаев. А птица-носорог имеет большой и толстый клюв для сбора плодов. Змеи, ящерицы, термиты. Одной из самых опасных змей в мире считают кобру-мамбу. Она агрессивна и очень ядовита. Сильный яд мамбы поражает нервную систему человека. Через несколько минут он теряет сознание и умирает. Во всех ярусах распространены муравьи, в том числе кочущие муравьи, передвигающиеся длинными колониями и истребляющие все живое на своем пути. Настоящим бичом Африки является маленькая муха Ци-Це. Она является переносчиком опасного заболевания, вызывающей падеж скота и сонную болезнь у человека. Целью сохранения экваториальных лесов создаются национальные парки. В таких государствах, как Заир, Конго, Габон, Камерон. Африканские саванны – необозримые равнины, где господствуют травы, среди которых растут отдельно или группами деревья и кустарники. Эта природная зона занимает 40% площади материка. Саванны лежат в субэкваториальном поясе, поэтому здесь четко различают влажный и сухой сезоны. В саваннах в период дождей преобладает высокое разнотравие. Слоновая трава высотой до 3 метров. В начале дождливого сезона ее листья служат хорошим кормом для всех травоядных животных. В сухой период листья и стебли слоновой травы поедают только слоны. Отсюда и ее название. Зонтичная акация – листья мелкие и повернутые ребром к солнцу. Встречаются алои и молочаи. Сезон дождей саванна расцветает. Хозяином африканских саванн является баобаб. Он прекрасно приспособился к местным условиям. Его длинный корень проникает глубоко в почву, а очень мягкая древесина ствола пропитывается влагой, накапливая ее впрок. Баобабы не горят в огне из-за прочной коры, но их врагами являются слоны. Они поедают влажную, богатую кальцием кору. Слово баобаб с языка местного племени переводится как обезьяне дерево. Его плоды похожи на большие огурцы, которые охотно поедают обезьяны. А местное население использует буквально все – листья, кору, плоды. Из мякоти плодов готовят лимонад. Отсюда еще одно название – лимонадное дерево. Роридула – ловушка для мух. Листья покрыты серыми колосками, выделяющие клейкую жидкую массу. Издают сильный приятный запах, который привлекает мух. Но растения мух не поедает. За ними приходит особый вид пауков, который переносит пыльцу. Также встречается пальма-дум – масличная пальма. Нигде в мире нет такого большого скопления крупных животных, как в африканской саванне. Самые высокие животные саванны – это жирафы. Взрослый самец имеет высоту до 6 метров и весит тонну. Длина шеи – до 3 метров. Бегает жираф со скоростью 60 километров в час. Это быстрее лошади. У него один враг – лев, который может считать жирафа своей добычей, если застанет его врасплох. В природе нет абсолютно двух похожих жирафов. Антилопы. Их более 40 видов. Самая маленькая антилопа – до 40 сантиметров. Зебры живут маленькими группами. Зебры мамы не дают смотреть родившимся малышам на других зебр, так как они потом могут ее не узнать. А также водятся в саванне слоны, буйволы, носороги, которые почти истреблены человеком. По берегам рек и озер встречаются бегемоты массой до 3 тонн. Только здесь обитают собакоголовые обезьяны, павианы и мандрилы. Африканский лев – один из самых мощных хищников на планете из семейства кошачьих. По своим размерам и весу он уступает только тигру. А также среди хищников встречаются кепарты, леопарды, шакалы, гиены. В реках – крокодилы. Нильский крокодил – самый крупный, длина 5-6 метров. Саванны населяют разнообразные виды птиц. Среди них самая большая птица на Земле – африканский страус. И самая маленькая – нектарница. Птица-марабу – санитар, очень прожорливая. Птица-секретарь, названная так из-за хохолка на голове. Она самая длинноногая и быстробегающая. Интересно, что птица-секретарь поедает не только насекомых, но и грызунов, ящериц и даже ядовитых змей. Поймав, она затаптывает их ногами. Поэтому местные жители специально их приручают. Розовая птица-фламинго обладает самой длинной шеей и самыми длинными ногами. Селятся фламинги по берегам больших озер огромными колониями. Родители фламинго отличают своего птенца по писку даже из тысячи птенцов и не станут кормить чужого. Ученые утверждают, что фламинго видели еще динозавров. Многие думают, что Африка – это рай для животных. К сожалению, это давно уже не так. Африканских животных можно встретить лишь на территории национальных парков, которые расположены в Танзании, ЮАР и в Кении. Пустыни и полупустыни занимают в Африке огромные площади. В северном полушарии находится пустыня Сахара. В переводе с арабского Сахара означает «дикая местность». В южном полушарии простирается пустыня Намиб и полупустыня Калахари. В пустыне вас могут ожидать многочисленные трудности – отсутствие воды, ядовитые насекомые, песчаные бури, перепады температур. Но не менее опасны сыпучие пески, своеобразные ловушки пустынь. Это участки, которые перенасыщены подземными водами и способны засасывать животных и людей. Растительность скудная – ксерафиты, солянки, молочаи, колючие кустарники, акации. Богатой растительностью только оазисы. Царица оазиса – финиковая пальма. Стройное и мощное дерево высотой 20-30 метров. И именно в ее тени возможно земледелие. Сначала персиковые деревья, а под ними овощи. В африканских пустынях Южного полушария широко распространены эфемеры. Это травянистые растения, которые быстро и ярко цветут во время короткого сезона дождей. В пустыне Намиб произрастает вельвичия – одно из древнейших растений на Земле. Это дерево имеет короткий до 50 сантиметров и толстый ствол до 1 метра в диаметре, от которого отходят два плотных листа длиной до 3 метров. Листья сохраняются на протяжении всей жизни растения, отмирая на концах. Живет 100 лет и более. А также здесь произрастают алоэ, дикие арбузы. В Сахаре едва стемнеет. На поверхность робко выбираются песчанки, тушканчики, гекконы. Маленькие лисички, навострив огромные треугольные уши, бесшумно бегают среди камней. Словно ниоткуда появляются каракалы, представители семейства кошачьих, и полосатые киены. Под защитой своих панцирей спокойно ночуют черепахи. За малоподвижные лапы получил длинный язык хамелеон, которым ловит насекомых. А также встречаются антилопы-прыгуны, козели, златокроты. Кое-какие животные остаются на поверхности, даже под солнцем. В Калахаре земляные белки превращают свой пушистый хвост в солнечный зонтик. Поиски воды определяют образ жизни многих обитателей пустыни. На территории пустынь и полупустынь расположены заповедники Судани, Подсвани и Намибии. Северные склоны Атлазских и Западкапских гор в условиях средиземноморского типа климата. Покрыты вечно зелеными жестколистными лесами и кустарниками. Деревья здесь листву не сбрасывают, листья кожистые, отсюда название природной зоны – жестколистные леса. Эта природная зона сильно изменена человеком. В Атлазских горах леса состоят из пробкового и каменного дуба, атлазского кедра, кипарис, дикая маслина, мирт, ююба, берберская туя. В Капских горах растет капская маслина, серебряное дерево и африканский орех. Из диких животных обитает генета – семейство кошачьих, а также леопарды, антилопы, берберские олени, шакалы, гиены и атлазский медведь. Ребята, сравните эти две карты. Что вы заметили? При сравнении карт видно, что сейчас площадь влажных экваториальных лесов намного сократилась. Эти зеленые легкие земли вырабатывают около треть кислорода, содержащегося в атмосфере. Их уничтожение вызовет необратимые экологические последствия. Уже уничтожено почти 70% лесов Африки. А территория пустынь, наоборот, увеличилась. Только за последние 50 лет Сахара продвинулась на юг на 200 километров. Наиболее остро эта проблема стоит в зоне Сахель, полупустынной области между Сахарой и Саваннами, шириной около 400 километров. Выпас огромного поголовья скота на засушливых землях привел к уничтожению почвенно-растительного покрова. Изменение природной среды и массовое уничтожение привело еще к одной проблеме – это исчезновение многих видов растений и животных. Поэтому во многих странах Африки остро строит проблема охраны природы. Государства контролируют заготовку и экспорт древесины, создают лесозащитные полосы и охраняемые территории. Особо охраняемые природные территории занимают всего 9% площади материка. Большинство из них расположено в Восточной и Южной Африке. Ребята, а теперь давайте закрепим с вами пройденный материал. Задание первое. Определите, на какой карте изображен пояс Саванн. Правильный ответ под цифрой 2. Задание второе. Под какой цифрой самая быстро бегающая птица-секретарь? Правильный ответ под цифрой 1. Задание третье. Определите, в какой природной зоне встречается горилла. В влажных экваториальных лесах. Задание четвертое. В какой природной зоне встречается самая прожорливая птица-марабу? Правильный ответ Саванна. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова